очень хорошо развивает когда ты даешь клички людям например девушки своей вот я своим девушкам всегда давал кличку животного то же самое знаете как если бы играли на гитаре так знаете там так да там у меня вот такой вот с вокалом этим оперным да ну смысле академическим вот я их прямо очень чувствую прям вообще прямо аж проникаюсь и что мне помогает чувствовать это всегда какие-то вот с детства где-то мультик посмотрел где-то фильм посмотрел очень важно еще ну какие-то смотреть там слезливые сопливые драмы даже сил мужик все и себя сказки не смотрел дадут и все детские там про русь про иванушка дурачка там кощая бессмертного я бы никогда не мог прочувствовать богатырские ворота как будто тебе музыка что-то говорить на на языке на обычном то есть как будто я надо перевести да вот это вот ну с музыкального языка на человеческий ну в смысле на буквенный язык так сегодня у нас тема развития музыкальности кто-то наверное подумал что я забыл я где-то лет 30 назад снял первую часть на эту тему в новогоднем костюме ссылка в описании на это видео про развитие музыкальности вот и вы наверно подумали что я забыл про вторую часть его спустя несколько веков вот реально было давно где-то года наверно так четыре назад или три не знаю три все-таки да вот я помню все ребята и вот сегодня будет вторая часть по поводу развития музыкальности и что вам сказать но поскольку я ничего не помню что я сказал там и не хочу я прослушивать это видео там снято на телефон там такое все страшно телефон лицо искажать кто не знает но последний с камерой там вообще все очень смотрится плохо и не хочу расстраиваться поэтому я не смотрю что я говорил поэтому может быть что-то повторю еще раз мне плевать короче да вот и давайте на сначала обсудим где вообще и как она развивается музыкальность и в первую очередь развивают в муз училище и это на специальности на уроке специальности то есть ну или там на каком-то доп инструменте там фортепиано какая-нибудь сопилка что у вас там не знаю то есть музыкальность не развивается там на каких-то музыкалитературах сольфеджио гармония да давайте уточним есть два вида музыкальности первое это то что у нас витает в бумах простых этих людей там то есть это какой-то слух там да говорят меня нет слуха я типа меня короче меня нет музыкальности я ничего не слышу там или это какое-то чувство ритма там или это умение аккорды зажимать ну то есть вообще такое собирательное понятие до музыкальность но мы же когда музыканты говорим про музыкальность мы имеем в первую очередь и виду музыкальность в другом совершенно понимание то есть это умение сыграть произведение красиво в характере да как-то концептуально то есть идейно ну в общем красиво что музыка звучала как-то вот в общем круто уместно чтоб все было да то есть это не чувство ритма это не абсолютный слух отсутствие его или наличие это не чувство долей какое-то там не знаю это не умение писать диктанты на сольфеджио и вообще даже не знаю там ну то совсем другое понятие да поэтому музыкальность это имеет таких два разных понятия и мы будем говорить про второе потому что первое ну что я скажу что на первых у всех развивается абсолютно любого человека можно взять кого-то конечно будет быстрее кого-то меньше но кстати вот тоже такой момент и любопытные знаете многие говорят что вот вот я вообще вот музыка музыка мне не дана у меня вот как бы вот у меня моей сестры например знаете бывает даже то сидит апелляция там каким-то плюс-минус одинаковым данным генетическим то есть я подчеркиваю что это происходит какой-то там семье дал одной и вот у меня там короче какой-то братом или сестра вот она хорошо играет а я короче типа нет у меня к этому нет расположения никакого и причем ну и это реально вот вера в это да я вам скажу что в 90 процентов случаев там просто я сейчас говорю про таком про уровень базовый да то есть не бы там какие-то гения музыкально да там может быть действительно вот есть какой-то ген который там чуть-чуть он усиливает да а говорю про такой базовый уровень там где просто вот слышать ноты там играть на фортепиано на гитаре на скрипочке и люди полагают действительно что вот вот у него есть какой-то талант прям дар да говорят а у другого нет подчеркивать на обыденном уровне это чушь то есть ну как не всегда в 90 процентов это чушь это просто у человека у того больше желания энтузиазма больше у того брата или сестры там да и он просто ну ему в кайф да и вот он прям горит все ему там лучше получит он больше просто занимается ему все нравится он быстро звучит потому что он горит этим да больше а другой просто он так ладно там закончил школу там папа мама с папой отправили меня туда запахали насильно да туда ну ладно там закончил получил диплом забыл вообще то что учился поэтому ребята тут тоже надо вот эту вот категорию первую да вот это вот в первом понимании музыкальности то есть слух там диктанты какие-то базовые да там ритмы не надо думать что прям для этого на куда талант да там или медведь на ухо наступил там это все развивается и у 90 процентов там будет разница но одинаково причина другое дело уже действительно какие-то глубокие вещи эта музыкальность во втором плане да и там у нас что там действительно многие факторы складываются и мы сегодня поговорим правильно про эти факторы и так значит давайте сразу еще раз проясним что корреляции между этими двумя она не сильно это я могу доказать следующими примерами люди которые пишут диктанты на два с минусом там до всяких там этих музыкальных мудилищах или консервах вот и тем как они играют не существует никакой никакой корреляции да вот наоборот те кто хорошо пишут могут быть довольно такими серыми ну кто хорошо пишет диктанты на слух там дал кого даже абсолютный слух они в принципе очень часто играют сера ну то есть так не не сама худший пускай да но то есть я сколько учился не наблюдал никакой связи да ну прям так чтобы не но есть конечно который не хороший слух хорошо диктант и ничего хорошего играют то есть варианты разные то есть комбинация между одним и вторым какие угодно поэтому нет никакой корреляции я ее не видел общество я так персонализировал до многих людей прошелся в уме даже по моим там одногруппничкам в консе мудилище музыкальными так далее да и нет вообще никакой то есть у меня вот пара гитариста тоже были они вообще диктанты не писали им это было неинтересно я вообще писал диктант просто на на два с минусом вообще не слышал даже первую ноту бывают и сейчас не слышно вообще просто я не слышу я не знаю как можно слышать диктанты меня то есть гармония мне легче услышать до города там срайт куда цепочку и даже в гармонии легче услышать даже может быть верхнюю мелодию то есть легче записать ноты если там будет прям целая знаете, какая-то на рояле там по пять звуков в каждой руке, да, есть шанс больше, что я запишу мелодию, слышу как-то по отношению к другим нотам, да, чем просто сухую ноту одну, ну, так вот, не знаю, тем не менее, у меня как бы, ну, я не буду себя хвалить, но мне там, типа, всегда в чудилище музыкальном и в консе меня хвалили именно за музыкальность, да, типа, что вот там, вот, и других тоже, я говорю, у меня друзья, там, гитаристы, они вообще, диктанты эти, они вообще начихать на них, они не ходили на это сульфеджи, они ничего не писали, ну, там, ну, лучше меня, конечно, там могут написать, там, 20% нот, 30 кто-то писал, ладно, ну, я вообще ноль писал, реально, даже, ну, ой, это там, помню, тоже на экзамен поступал в консу, тоже диктант, у меня был такой же, ну, в общем, там, отдельная история, ладно, поэтому сразу говорю вам, что дадим ваши умения, там, да, развивать, а, кстати, в школах, вот, когда там берут кого-то, ну, в обычную школу музыкалку, там, иногда не всех, там, особенно вечернюю, там, когда уже хотят увидеть кто-то, да, ну, по музыке, ну, ты ноль, понятно, если ты хочешь вечернюю, то есть ты хочешь что-то освоить, но, как бы, просто, вот, ты ноль полный или все-таки ноль с чем-то, да, то есть есть у тебя какие-то задатки изначальные, они так смотрят, там, воспроизведи какой-то ритм, да, допустим, там, или какой интервал, там, если ты хоть чуть-чуть что-то изучал, да, уже, там, тритон, пяти тонн, там, или какую-нибудь, там, терция, шмерция и так далее, и никто не вообще смотрит на эти вещи, но они никакого вообще не имеют, ну, зачем это смотреть вообще, это лучше посмотреть в глаза человеку, реально, посмотрел, или какую музыку слушает, спроси вообще, или что ему нравится, какие исполнители, больше можно оттуда информации извлечь, чем вот эти вот хлопки, там, или тритоны, ну, потому что я говорю, ну, никакой связи, это просто, это надо музыканту знать, все понятно, ну, ну, вот такой затих, базовые вещи, которые любой музыкант в школе, там, освоит, какую-то базу элементарную, там, сыграть, какой-нибудь, там, не знаю, пунктирный ритм, там, или какой-то синкоп, да, там, или, ну, любой освоит, рано или поздно, кто-то может, там, через пять лет узнать, ну, сможет, наконец-то, сыграть синкопу впервые, как я, например, да, шучу, либо кто-то, там, через два урока, но все равно он сыграет, и все это вообще у всех одинаково, но дальше, понимаете, дальше, когда вот профессионалы слушают друг друга, там, да, какие-то там, или преподы слушают учеников, и вот он видит, что этот человек играет лучше других, то никогда вопрос не ставится о том, что он, там, лучше сольфежио, ну, вообще никак, то есть это нечего другое совершенно, понимаете, срать красиво, музыкально, с душой, это вообще, этому не учат никто, так, знаете, осознанно, целенаправленно, никто не учит этому, я имею в виду осознанно, как, знаете, как обособленно, как, ну, потом поговорим, то есть учат через инструмент, да, ну, это тоже работает, понятно, то есть по специальности, давайте, да, теперь уже непосредственно, как это происходит? Существует три способа изучения, ну, как бы, это музыкально, не изучения, а развития музыкальности. Первый способ, это теоретизация, объяснение фразировок всех вот этих, то есть, там, эту ноту скорее тише, то есть препод просто втирает, да, челику как надо играть, там, эту ноту тише, эту громче, эту длиннее, эту замедлить, таким тембром, всяким тембром, эту провибрирует, это не надо, да, эту так-сяк. Второй способ, это демонстрация, не демонстрация, а такое, знаете, как бы, ну, через общее, это было у нас частное, да, вот, то есть, ну, через какие-то, там, вот, прям, ты объясняешь нотки, да, какие-то. Второй способ, это общую картину, так сказать, донести, то есть препод втирает студенту, что, мол, там, вот это, вот, темп аллея грозит какой-нибудь, надо показать какую-то активность, тут, вот, Моцарт, например, там, у него все такое детское, легкомысленное чуть-чуть, мажорненькое, вот так сыграет, типа, да, то есть такие слова, как легкомысленное, может употребить, может употребить, там, вот тут, короче, образ, типа, какой-то герцог сидит в парике, в белом, за клавесином, поэтому сыграет, там, вот таким тембром, да. Да, что-нибудь, там, такое, короче, и, то есть через какие-то образы, там, или, допустим, тут, какой-то музыка латиноамериканская, что-нибудь, там, приставка, какой-нибудь мачо, жиголо на пляже играет своей девушке, там, какой-нибудь, не знаю, Колумбии, или еще где-то, в общем, такой горячий пацан, вот, или, там, наоборот, какой-то дождь идет, тусклая всякая, какая-то музыка такая, знаете, меланхолическая, сопливая какая-то, да, и вот он, то есть при помощи таких образов тоже очень хорошо работает, и третий способ, это непосредственно демонстрация студенту, преподом, просто, он берет гитару, там, или садится за рояль, ну, в смысле, за фоно, если это, именно этот инструмент изучается, там, или скрипка, и демонстрирует, сам берет, там, начинает играть, допустим, вразировку, там, и студент потом, или ученик, там, школьник, ну, в зависимости от какой музей, он подражает, слышит тот, то есть, то есть, то есть, то есть, сначала идет, как правило, какая-то терроризация, говорит, сыграй здесь вот так вот, плавненько, там, да, к центру немножко разгоняясь, а потом, наоборот, замедляя фразировку. Есть такой принцип. Такой естественный биологический уровень жизни фразы, то есть сначала чуть-чуть ее разогнать, потом чуть-чуть замедлить. По-разному бывает, но это такое базовое. И, короче, вот такие три вещи. Они, как правило, идут... А, или может напеть еще, знаете, там эти преподы пытаются изобразить. То есть эти три вещи, они дают напутствие студенту, как от тебя требуется сыграть, что такое музыкальность. Вот это вот, как, собственно говоря, в вузах развивать музыкально. Все остальное, там литература, там прослушивание музыки, развивает, но косвенно. Отдельно потом как-нибудь спешу видео про музыку, тоже очень полезно слушать, конечно, хороших исполнителях, понятное дело, классическую, там, то есть не какой-то там чушь, грубый рок, металл сатанинский и прочее, да. Вот. Итак, давайте подсумерим. Значит, вкратце три вида существует, по которым учитель ученика учит музыкальности. Объяснение первое. Второе. Через образы общие, какие-то картинки, там, да, через, там, ну, вы поняли. И третье, ну, это напевание или, собственно, демонстрация. Все должно идти вместе, потому что, допустим, теоретизация без демонстрации будет, ну, очень, как бы, знаете, мягко говоря, на начальном этапе вообще бесполезна, потому что ты скажешь ему сыграть стаккато, а вот тут легато, а он такой, а что это такое вообще? Ты ему скажешь, ну, это резко, а тут плавно. Он такой, что, как резко, плавно? Он не понимает. Покажи просто стаккато, да. И потом ты добавляешь словами отрывисто, да, там, или там легато, да, то есть плавненько. Вот, то есть они должны идти рука в руку. И это тебе образность тоже должна, потому что бывает, ты там фразу расскажешь, напоешь, но, знаете, общая картина произведения, общий характер, он какой-то такой, ну, немножко несоответствует. Ты просто говоришь, чувак, тебе не хватает, вот, допустим, тут какой-то энергетики, прям, какого-то запала. Или, наоборот, тебе не хватает здесь какой-то мягкости, нежности, какого-то романтизма, да, вот в этом произведении. Давай немножко там пристав, короче, какие-то сопли, там, драмы слезливые, там, в голове или, не знаю, в общем, я попытаюсь это как-то, это вот все. Так, хорошо, с этим ясно, да, все. Ну, да, давайте я скажу вкратце все-таки про слушание музыки. Хочу отдельно потом видео, может, лет через 200 снять. Ну, оно помогает, да, вот такое, как бы, создает пассивное такое, как бы, развитие. То есть это, как, знаете, допустим, ты смотришь много лет боевые искусства или танцы, но ты никогда это, ну, сам никогда не бил никого, никогда не участвовал в спарринге, никогда не занимался боевыми искусствами и танцами. И потом ты такой, раз, тебя поставили спарринг. Ты такой, ну, да, ты там насмотрелся, какую-то там, попытаешься вертушку изобразить, там, да, в бою, там, или, не знаю, то есть там что-то, ты будешь, конечно, что-то там пытаться, там, да, себя корчить в танцах каких-то, да, но это не то. Так же и музыка. Прослушание музыки, оно, конечно же, развивает, но оно хорошо развивает в контексте, если ты непосредственно, ну, занимаешься каким-то инструментом, ты его осваиваешь, да, и тут оно прям усиленно может помочь тебе, у тебя развивается и вкус к музыке, и там, пятое, десятое, да. Конечно вот эти все, муз, литературы, но там тоже чуть-чуть, да, я там где-то стался, услышал какую-то историю про композитора, там, услышал то-то . Да, чуть-чуть, там какие-то полпроцентика, где-то там что-то поможет. Там гармония тоже, ты, там, будешь понимать, какая гармония, но если ты учишь гармонию предметом, куда двигается голос там, ты так с этим, ты это все слушаешь и как-то, в принципе, внимания обращаешь ну да, там тоже полпроцентика тебе это поможет, но это все, ну, очень мелкие вещи, да давайте еще раз суммируем значит самое главное это эти три вещи которые указал на втором месте идет это прослушивание музыки тоже сопутствует неплохо и аж в самом последнем месте который что может развить вашу музыкальность это вот эти вот но всякие там сольфеджио дирижирование тоже там какая-то внимательность будет к мелодии там где-то ну понятно что там где-то что-то чуть-чуть короче будьте какие-то терки в твоем сознании с музыкой хорошо теперь идем дальше все-таки как надо развивать музыку то есть это я объяснил как развивают ее и это ну типа нормально но это мало а кстати очень важный момент поэтому исходя из того что как педагог демонстрирует сам своим примером вот сыграй эту фразу вот так допустим да там плохо слышно микрофону кому-то не знаю давайте прелюдию сыграю как сыграет педагог сам так он и потом ученик будет воспринимать поэтому очень важно что педагог был музыкально развит тоже естественным образом да просто обычно сейчас показываю на каких-то соплях потому что но обычному за музыкальность проявляется больше соплях потому что старать какую-нибудь песенку веселенькую принципе проще там стаккотировать ноты там как-то там тут тут у туда все это а вот сопли там действительно знаете одну каждый интервал там мили-мили это все там все так слышно там все таковы знаете вот кстати по этой причине вот именно очень даже полезно действительно какими какими-то образами использовать потому что иногда понимаете вот тысяч не будешь им рассказывать знаешь вот между этой ноты и между до и 2 до нота между 1 2 допустим а между 3 то есть между 1 2 там интервал тебе должно быть пять миллисекунд и шесть сотых а между 3 4 чуть чуть мягче но хоть поддевай на 3 не знаю там 3 десятые миллиметра а тут короче чуть чуть выше чем то то есть это но это бред так никто не но не будет говорить записывать потом иногда проще сказать знаете просто там вот сыграй как-то вот более задумчиво например или глубже да типа сказать просто слова говоришь какие-то образы да такие там или сыграй больше тоскливо да допустим или с отяжкой да там какие-то нотки отдельно можно сказать что эти выделяете нет но поэтому это образно знаете она действительно очень как бы сокращает дать эти все ну это нереально там записать по формулам до точные такую диаграмму где какая нота но опять-таки и точные указания тоже иногда помогают то есть короче ребята но все там дополняют друг от эти три вещи не должны быть по любому полюбасу должны быть все в куче идти рука об руку это обязательно хорошо теперь давайте идем дальше как музыку развивать и перед что бывает преподы чаще всего не этому не учат значит давайте там много аспекта давайте начнем с первого и первое будет у нас это вот этот образность который я говорил да там герцог сидит там или какой-нибудь там барокко да там бах сидит под луной короче не баха этот бетховен под луной пишет лунную сонату там скучает за своей телочкой там какой-нибудь или еще что-то то есть и тут понимаете надо развивать этот вот ассоциативность образное смышление и это развивать нужно во первых смотрением разных фильмов опять-таки прослушивание музыки очень хорошо развивает когда ты даешь клички людям например девушки своей вот я своим девушкам всегда отдавал кличку животного но на того на которых похоже то что нам ну котик называть зайка это такое все примитивно то есть это банальщина это скучно это очень ужасно просто тем более не все же похожи на котиков и на зайок ну это вообще там да а там реально допустим я лиса была там мышь у меня была ну там лисенок мышонок понятно ласково но хотя по-разному можно и мыши мышатина я называл лисятина то есть когда там в зависимости какое там у вас это ну надо что-то подчеркнуть да зависимости что ты хочешь подчеркнуть там у меня была клиентка но это просто не моя девушка не у нее была кличка колли узнаете есть собака у нее порода она вылитая колли я тебе вам серьезно говорю то есть там кто мне еще был пан там было тоже кстати там чуть-чуть панда пару недель там несколько мы были вместе потом пантера еще была не ну я даю знаете там их с кем один раз там то это я обычно клички не даю а так уже когда знаете там долгие отношения такие серьезные более-менее ослик тоже был так там реально вот это все похоже похоже то есть это не то что там просто я от фонаря то есть ты ищешь какой-то вот образ да и не только давать клички женщинам то есть любому человеку то есть какую-то ассоциацию находить давнишь что он тебе напоминает погоняла давать короче да в зале тоже всем там тренерам давал клички ну они даже не знают просто в себе в уме там один был ленин кстати это не я придумал ленин там другой тренер дал другому тренеру кличку ленин потому что он был лысенький такой ну типа и и как-то овал был похож на него реально ленин вспомню вот я такой смотрю да точно ленин ну вот как бы потом там был короче чувак просто зашел был похож на илона маска допустим да и ты всегда у тебя вот ты смотришь на вещи выходишь на улицу тебя всегда какие-то ассоциации с животными там или просто с какими-то там людьми другими или и всегда ты находишься некой форме да то есть вот это вот образность у тебя срабатывает да это очень важно потому что музыка это ассоциативность это понятие здесь ключевое образность ассоциативность да если ты хочешь сыграть какую-то там музыку в таком-то стиле должен этот стиль прочувствовать-да дальше что еще очень помогает это вот какие то картинки посещать музеи допустим если там какой то не знаю опять итальянский стиль исполнения какой-то итальянец написал там прям чувствовать это вот это вот вся их штука там посмотри какой угодите то картины да там не знаю что то еще если это допустим вот мусоргский кстати картинки с выставки, там вообще просто, я их настолько чувствую, это, наверное, одно из самых любимых, да, такой цикл, и вообще Мусоргского не очень в целом, ну так нормально, да, ну оперы вообще не слушаю, я их терпеть не могу, это для меня вообще ужас просто, ну вообще вокал, если честно, эстрадный, ой, не эстрадный, а наоборот, вокал оперы, ну то есть вокал академический, да, я его не очень переношу, потому что там слишком кривляется, открывает рот сильно широко, это все неестественно, вот, и я его не очень люблю, мягко говоря, это прямо сейчас я очень мягко говорю сейчас, то есть там просто, ну крики какие-то, визги верещит человек, да, больше чем поет, я понимаю, конечно, что там сложнее все это спеть, чем там попсу, да, какую-то, но в попсе есть момент такой более, я люблю не попса, музыка сама, стиль попсовый, то есть вокал академический, он, то есть, наоборот, эстрадный, блин, господи, наоборот, он какой-то более естественный, то есть там как-то вот, ты просто так, знаете, вот, до-ре-ми, да, там типа, у тебя как-то такой все, голос, ну вот он прям такой скромный, знаете, он не выпячивает, да, это то же самое, знаете, как если бы играли на гитаре, так, знаете, там, так, да, там, вот у меня вот такой вот с вокалом, этим оперным, да, ну в смысле академическим, вот, вернемся к мусорскому, и там эти картинки с выставки, они прям там настолько вот это вот чувствуется, каждый этот образ, и я их прям очень чувствую, прям вообще, прям аж проникаюсь, и что мне помогает чувствовать, это всегда какие-то вот с детства, ну где-то мультик посмотрел, где-то фильм посмотрел, да, вот эти все, я почему говорю, смотрите, там какие-то фильмы, клипы, образность тут развивает, какие-то там мультики, не знаю, какие-то там, в общем, истории, сказки, кстати, смотреть тоже прикольно, оно какое-то отражает дух, и вот смотрите, допустим, там первая часть «Гном», да, и я там посмотрел как-то в детстве лепрекона, да, там, и вот пара каких-то таких моментов, да, фильм, конечно, такой дебильный, в принципе, но, и, ну, то есть, больше такой, там, он просто клоун, да, этот «Гном», а музыка там такая более серьезная, страшная, да, в мусорском, там такие вот пара каких-то, запомнилось мне фрагментов, да, как он спускался там в свое подземелье по ступенькам такой, с таким лицом серьезным и таким страшным, да, и оно, кстати, вот прямо это вот выборочное место из этого фильма, оно подошло по этому образу, я прямо ассоциируюсь, я прямо чувствую, да, вот это вот, вот, потом там какой-нибудь, не знаю, старый замок тоже, ну, просто можно какое-то представить там себе замок в сумерках или в темноте, там, освещенный полнолунием, такой темно-синий, да, и там музыка такая, да, если кто помнит, да, такое, ну, короче, сопли тоже такие, да, да, и, ну, там, сопли хорошие, красивые, и вот эти образы, там, птицы летают, да, то есть тебе должно быть воображение, вот тоже вот ассоциация, и второй момент ключевой это воображение развитое, поэтому смотреть всякую фантастику тоже полезно, вот эти сказки, если вы ребенок, вот этим детям, вот Баба-Яга тоже, там прямо вообще из мультиков каких-то этих старых, я прям четко представляю, как она там летит, вот эта часть вторая, там, где не пассажа, а просто где-то вот, вот там у меня бас перестроен сейчас, да, и, то есть это там она летит в своей этой ступе, как она называется, с метлой там где-то, и прямо у меня такие картинки четкие там, и оно прям помогает, знаете, очень сильно, то есть просто играть Баба-Яга, типа представить рожу Баба-Яги, играть Баба-Ягу, ну все, вы не сыграете никогда там, или играть старый замок просто там себе какой-нибудь, знаете, таком карандашиком нарисованный, если человек, у него бедное воображение, он там себе какой-то замок нарисовал, воображение карандашом, без каких-то там, знаете, а тут ты представляешь замок, как я сказал, там в полнолунии, освещенный таким темно-синим светом, птицы летают, он такой какой-то живой замок, знаете, как в фильме «Горизонт событий», там где космический корабль прыгнул там случайно, бог знает куда вообще, за пределы там всех возможных вселенных, и короче, там он стал живым, ну там вообще другие понятия физики какие-то, да, и потом как бы вернулся опять сюда, и там, в общем, людей убивал, ну там фильм ужасов, фильм, конечно, такой страшный, я ужас вообще не советую смотреть, но в данном случае идея, что вот предметный корабль физически, ну не живой, стал потом живым, да, и как будто замок такой тоже, знаете, как будто у него душа есть вот в этой музыке, да, как будто у него душа есть, и как будто там заходишь, потом кто заходит, у него там какие-то картины, и картины Мусоргского там висят тоже одна какая-то, у него Мусоргский, у него был такой взгляд, конечно, стрёмный, такой, знаете, смесь психа с алкоголиком, и я его не обижаю, он не нравится, ну просто, ну это факт, такие какие-то немножко страшноватые глаза, и такой вроде как, вроде как он это самое, принял, да, дозу хорошую, ну блин, реально факт, вот, и такой какой-то, принял, да, и такое у него лицо славянское, да, такое чисто, заходишь, там такое тоже все мрачноватенькое, свечи горят, да, то есть это надо фильмы смотреть, чтобы это все, и запоминать, то есть это любить фильмы, не просто смотреть, как овощ, да, прям так, смотреть внимательно, погружаться эмоционально, да, там вот эти вот богатырские ворота, да, вот эта музыка, там вообще все сразу, мне вспомнили все сказки, там про Русь, колокола древнюю, да, вот эти вот все, блин, там вообще просто аж мурашки по коже идут, там же музыка настолько, она, вот тут вот, если бы я сказки не смотрел, да, эти все детские, там про Русь, про Иванушка Дурачка, там Кощая Бессмертного, я бы никогда не мог прочувствовать богатырские ворота, да, вот этого мусорского, вот, ну, в общем, там быдло тоже, да, красиво, там все эти части хорошие, там танец птенцов тоже прикольный такой, да, это вообще гениальный этот цикл, просто настолько, вот знаете, название соответствует музыке, это очень сложно, вот это вот, вот, как называется, это музыка программная, да, по-моему, вот, когда есть название, и музыка должна соответствовать, то есть не просто там соната, да, там соната 25, ну, и что, что тебе говорить, ничего, название тут, понимаете, вот прям надо, чтобы совпало, это очень сложно сделать, это надо, допустим, ты планируешь там написать, там какой-нибудь, там, не знаю, с мертвыми на мертвом языке, да, опять же, это перед Баба-Ягой идет, и ты должен какой-то представить вот мертвые духи, там, какие-то, да, и ты должен хорошо это музыке иметь отразить, какой-то, да, там, ну, про каждую часть, да, так же самое относится все, вот, поэтому это все вот надо развивать вот эти вот, ну, такие, чтобы у тебя были картинки в голове, без этого, чувак, ты не станешь никогда нормальным музыкантом, хорошим музыкантом, нормальным станешь, а хорошим не станешь, да, вот, поэтому кликухи давайте всем, увидели чувака какого-то на улице, думаете, кого мне напоминает, там, да, допустим, я вот всем даю, там, батюшки в церкви, у меня все клички, там, один был кардинал, вот, но он такой, знаете, худой, такой тоже похожий на кардинала католического, не знаю, ой, так смешно, один там был славянин тоже, да, один был волшебник, вот, кто там еще, там, я не помню, в общем, то есть всегда, а один был этот, Жан-Пьер, я его назвал, похоже, не знаю, у меня что-то такие ассоциации, что какой-то он с чем-то, какой-то француз, что ли, он такой, не знаю, вот, то есть просто ты хочешь и тебя, это не то, что я там себя заставляю как-то, знаете, мне надо музыкально развивать, у меня это вот как-то оно само мне нравилось, и я потом понял, что это действительно очень помогает, вот, развивать музыкальность, потом ты прямо играешь, и потом тебе даже не надо, понимаете, слушать препода, когда тебе будут рассказывать, что здесь не так, эту нотку чуть длиннее, это чуть, ты просто будешь настолько чувствовать этот образ, что ты просто сядешь и сразу сыграешь правильно, все, да, сразу вот так тонко и все прочувствуешь, хорошо, с этим ясно. Дальше, что, второй момент, что надо развивать и что, к сожалению, нигде не развивает, это внимательность, да, умение слушать музыку, да, умение просто, знаете, как-то остановиться, знаете, как вот в медитациях, да, там, это предполагает остановку всех мыслей, там, и так далее, но медитация, вообще штука, не такая полезная, как их с нее, там, хотят сделать, допустим, по сравнению с молитвой, это не идет никакого сравнения, вообще, просто не идет никакого сравнение. Медитация, она вообще, ну, в принципе, почти бессмысленная. Да, если ее сравнивать с тем, что ты, короче, ходишь целый день нервный, злой, больной, то, конечно, медитация тебе поможет чем-то. Но так как может тебе помочь правильная молитва, о которой я сейчас не буду, конечно, рассказывать, это долгая тема, которую даже в церкви тоже многие не умеют, не знают это, но это потом как-нибудь в другом канале или в другой жизни расскажу, то она помогает, конечно, в сто раз, да, больше. И вот как вот в медитации, да, все мысли останавливаешь, да, типа, отключаешь мозг, то есть, вот, не слышишь ничего там, такое, да, ни о чем не думаешь. Вот так же самое надо остановиться просто, только добавить к этому наоборот, все-таки надо думать, вот, и максимально, знаете, вот каждую нотку попытаться вот услышать ее, да, вот играешь, допустим, какие-нибудь там сопли, давайте возьмем, тоже прелюдия, да. То есть не спеша, а про, вот, знаете, мыслить не аккордом, да, такой взял, вот, если какое-то грубое сознание, оно будет так примерно, да, делать такой, так, аккорд до минор, все, сейчас все такое. Да, потом другой аккорд идет, а ты так, знаете, просто, ну, как вам сказать, тяжело объяснить, да, но... Попытайтесь вот услышать то, что говорит каждая нота, не аккорд, не надо вообще продумать про до минор, каждая нота, это как будто вот отдельная какая-то, ну, не то чтобы история, пускай, да, вот вся пьеса, это история, да, допустим, прелюдия, да, 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 это, а тут какие-то такие, знаете, вот фразы отдельные или какие-то вот интересные изречения, да, в этой истории, какие-то моменты, которые, ну, их нельзя просто пропустить, да, это такое, должен прослушать их, да. Как будто тебе музыка что-то говорит на языке на обычном, то есть как будто тебе надо перевести, да, вот это вот, ну, с музыкального языка на человеческий, ну, в смысле, на буквенный язык. То есть вот это вот просто какая-то такая внимательность каждесенькой нотки, ребята, не к аккорду, а просто, как будто аккорд это отдельный, не, не аккорд, а каждая нота, это отдельный какой-то вот человек, да, отдельный человек общества, да, аккорд это все общество, и ты должен как бы его услышать, понять его роль, да, в этом обществе, ну, не знаю, какой там пример еще, мне только что в голову первого пришло, что, да, и, в общем, вот это вот то, чего не хватает музыкантам, это точно вам скажут, об этом даже говорят пианисты серьезные, такие, знаете, тоже, что вот, надо, главное, вот научиться слушать музыку, услышать ее, да, вот, не спеша, не суетиться, да, да, потому что, понимаете, сознание такое дебелое, окаменелое, грубое, оно не замечает, да, вот оно просто смотрит на руку, на вещи, на вот все, что проходит сквозь, оно не видит ничего, а другой, такой, знаете, тонкая натура, она такая, типа, смотрит и всегда что-то замечает, да, вот смотрит на руку, ну, знаете, такое ощущение, что он под чем-то, да, как будто он потравка какой-то, и он такой смотрит, о боже, рука, как прикольно, да, вот, примерно, не, ну, это не означает, что надо себе ставить что-то, да, там быть под чем-то, когда ты хочешь сыграть музыкально, вот, ни в коем случае, но, ну, там, я имею в виду потравка или, не дай бог, еще под более чем-то сильным, но, типа, надо, надо вот каким-то быть таким внимательным, да, внимательным, душевно, как сказать, душевно, визуально-душевно, то есть и зрением, да, вот, смотреть, и душой, и слухом, в общем, всем. Так, хорошо, здесь, я надеюсь, все понятно, да, дальше что, еще какой момент, самый главный момент теперь, ребята, третий момент, который надо развивать, который никто не развивает, конечно же, ни в каком музыкальном учреждении, это развитие личности, да, потому что все то, что я сказал, вот эти картинки, образы, это все так же можно развить, и это очень сильно развивается за счет общего развития душевности и личности, как таковое, то есть личность, в данном случае, что здесь имеется в виду? Душевность, второе, это интеллектуальность, третье, это, ну, скажем, ширина мировоззрения, то есть, ну, какое-то, знаете, разнообразие, да, взглядов на вещи, то есть, какое-то вот, в общем, не быть человеком ограниченным, там еще можно добавить силу воли, но это уже не сильно относится к музыке, да, хотя это относится к тому, что ты больше будешь заниматься, если тебя сила воли развита, ты посидишь не час, а два часа в день, да, и будешь, поэтому, всех дрючить своих друзей, там, своих коллег по инструменту, и так, значит, еще раз повторяю, три вещи, душевность, то есть, эмоциональность, второе, ум, интеллект, да, и третье, какая-то, вот, ширина восприятия, да, как развивать, теперь, поговорим, пойти все три вещи, как развивать эмоциональность, эмоциональность развивать, конечно же, вообще, мне скажу, ребята, то все эти вещи, очень много, передаются, ну, с поколения в поколение, поэтому, если у вас родители, и прародители, там, бабушки, и прапра, там, даже бабушки, и дедушки, если они были, в общем, молодцами, то они и вас молодцами где-то сделают в той или иной степени, если они были такими, да, себе не очень молодцами, то тогда уже вам сложнее будет, поэтому, конечно же, очень важен этот момент генетики, и если генетика, вот, знаете, этот, этот, Савельева, да, можете послушать про мозг, там, некоторые, ну, конечно, он там бывает, он тоже очень ограниченный человек, понятное дело, там, все сводит к трем вещам, там, поесть, потрахаться, и доминировать, это, конечно же, полная чушь, человек к этому не сводится, то есть, это, конечно, присутствует в нем, понятно, нельзя отрицать, но то, что это все его жизнь обуславливает, и больше ничего, это такая чушь, боже мой, это такая, но, тем не менее, у каждого, даже, такого, ограниченного человека можно найти что-то полезное, вот он там рассказывает, там, может, там, ученый, там, прям, империк какой-то, да, вроде как, и приводит факт, то, что, действительно, ну, вот, есть мозг, да, если там у тебя нету в этом мозге, от этих вот каких-то данностей, да, от природы, то, в принципе, ну, будет сложно что-то сделать, но можно, можно отчасти, он вообще говорит, что нельзя, я говорю, что можно, поверьте мне, и, потому что, в противном случае, это логика, были бы все одинаковые люди, да, а также, видите, у нас разнообразие, потому что, ну, там где-то скрестился с тем, там с тем, там где-то ты сама себя чуть-чуть добавил приросте, ну, в приросте имеется в виду, там, ты, допустим, ну, не знаю, у тебя не было, там, задатков вообще, ну, не знаю, у тебя была плохая память, хреновая с детства вообще, просто, ну, ужаснейшая, но ты потом все равно напролом шел и учил языки иностранные, просто учил, учил их, там, тебе было сложно, у тебя по наследству, у тебя прабабушка, прадедушка, пра-пра-пра-пра, и еще там в империи и до перебытных веков все твои генетики, они вообще были, им было похуй на все, они ничего не учили, и, короче, и ты такой раз, все, значит, надо, наоборот, развивать, ну, бывают такие люди, я тоже люблю, когда что-то у меня не получается, то есть, к чему мне нет расположения, я, наоборот, беру это и делаю осознанно, ага, нет расположения, сейчас я вам сделаю расположение, и начинаю это просто насильно, и оно потом получается, да, и поэтому, потом, когда ты начнешь учить языки, ты потом познакомишься с девушкой, у нее будет примерно такое же, что-то, ну, допустим, просто картину воображаем, тоже память не ахти, средненькая такая, ну, обычный человек, то когда у вас будет потом потомство, то будет не хуже среднее, потому что у нее была средняя память, у тебя была вообще нулевая, при рождении, будет не такая, типа, чуть лучше, чем ничего, ну, по идее, даже мы, да, там, если у нее, допустим, там, по стопроцентному коэффициенту, там, у нее было 50%, а у тебя было, там, 5, то будет, там, примерно, там, не знаю, 25%, да, уровень, а в силу того, что ты просто себя дассировал на, ну, память, да, вот эту, то у тебя будет, там, допустим, может, даже и 60, вот твое потомство, или хотя бы даже 50, если будет, это уже прогресс, потом твое потомство тоже видит, что, ага, давайте я вот пойду в школу, и буду, там, стихи учить, и хорошо учиться, и память развивать, и он, там, поднимет память, опять найдет девочку, спарится с ней, и, там, допустим, у нее тоже какие-то булети, и еще выше можно подняться, и так поднимаешься, поднимаешься от поколения в поколение, поэтому, ну, можно влиять на генетику, это факт, это вообще, ну, даже, вот, короче, я уже ушел в другую тему, и, да, конечно, ребята, если у вас там все тяжко, то вам, ну, с генетиками надо просто осознать, очень важно обращать внимание на то, какие у тебя, там, предки, на своих родителей, на их поведение, потому что чем старше ты становишься, ты будешь замечать, что у тебя не сильно то отличается, как говорится, яблоня, ой, наоборот, яблоко от яблони падает недалеко, это такая просто истина, да, народная, это факт просто очевиднейший, и чем старше ты становишься, тем больше ты, даже если ты не живешь со своими предками, ну, имеется в виду с папой и мамой, ты все равно у них потом, ты как будто, знаете, как тебя что-то запрограммировало с детства, но оно, как бы, еще, ну, не успевает стать, не успевает полностью эта идея, как бы, воплотиться, а потом, после сорока, тридцати, прям, вообще, ты, она, как бы, воплощается, поэтому очень важно обнаружить, посмотреть на себя со стороны и на своих родителей и, как бы, увидеть свои недостатки, осознать их, а не, там, замыливать их или, да ладно, типа, да, а просто дать себе оценку, да, трезвую и бороться с ними и, поверьте, это вполне себе возможно, ну, то есть, можно, я же говорю, сам люблю такое делать, не получается, что нет у меня к этому расположения, сейчас сделаем, начинаешь дрочить часами, часами, недельками и все, и потом глядишь, а потом ты берешь второе дело, третье, и потом ты уже смотришь, если так ты пять-шесть дел разных, ну, разных направлений, да, в жизни вот так вот пересилишь, потом ты смотришь уже, следующее предприятие тебе дается уже легче, потом ты уже, что, чтобы ты не взял, тебе будет еще легче, еще легче, еще, 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 надо, короче, себя пересиливать, надо работать, и поэтому, если, я к чему говорю, давайте вернемся к музыкальности нашей, если вы, ну, понимаете, что как-то у вас тяжко идет музыкальность, не отчаивайтесь, просто развивайте, то, что я говорю, да, вот просто надо брать и эти образы в себе воспитывать, давать кликухи всем, короче, какие-то ассоциации придумывать, в общем, смотреть кино, фантастику, очень важна именно фантастика, потому что она воображение развивает, да, конечно, в детстве тоже очень важно, если вы играете игрушками, это тоже очень сильно развивается воображение, да, понятно, что детство играет тоже роль немаловажно в дальнейшем потом в вашем формировании вашей личности, и мы знаем, что игрушки, например, детские, которые простые, они больше развивают воображение, чем накрученные, ну, например, если возьмете палку и скажете, что это у меня меч, вот, то у вас будет больше развиваться, ну, когда вы там ребенок, да, больше воображения, ассоциативное, да, сходства какие-то находить, вы будете как бы сами в своей голове дорисовывать меч там, больше, чем если бы вы купили, вам папочка купил бы дорогущий меч, вы, допустим, мажорчик, и у вас там меч такой прям вообще крутой такой, ну, игрушечный, но там прям вообще охеренный, у вас воображения нет никакого, у вас все есть в реальности, меч там, да, поэтому, конечно же, очень важно, чтобы ребенок имел какие-то простые игрушки, там, взял там кору с дерева, вот это моя машинка, например, да, там, не, ну, не только этим ограничиваться, не надо ему лишать там вообще, конечно, надо машинку купить, понятное дело, но чтобы это и другое было, потому что тоже, когда нету, когда меча не видит настоящего, да, то он потом вообще не знает, что себе дорисовывать, да, в целом, поэтому здесь должен быть баланс, поэтому я к чему говорю, что, да, если вы сейчас слушаете это видео, уже поздно что-то менять, вы уже взрослый, но своим детям, которые вы планируете, если не музыкантами будут, там, ну, такими просто для себя хотя бы, то старайтесь им, не надо им покупать игрушки прям всегда, то есть часть таких, часть таких всегда вот покупать, ну, все готовое, да, уже на блюдечке, пусть берет палку в руки и дерется с другом своим, как на мечах, да, или пистолет взял, вот так пальцы взял, допустим, и стреляет, ходит там всех своих одноклассников, да, что еще развивает эту душевность, да, я же указал, да, это вот в личность входит, эти три аспекта, да, очень важно еще, ну, какие-то смотреть там слезливые, сопливые драмы, даже если вы мужик, то есть любить женский пол, если вы мужик, ну, а если вы дама, то наоборот мужской, вот, ну, сильно, конечно, много не, не блястывать, да, но, то есть там какую-то романтику любить, цветы подарить там женщине, да, какой-нибудь там в кино сходить, знаете, уметь быть таким душевным человеком, то есть у меня это, в принципе, есть с моего рождения, я очень, как бы, ну, ладно, не буду про себя рассказывать, ну, так, в двух словах, ладно, то есть многие со стороны, вот, кто меня не знает, думают, что я вообще холодный чурбан, да, такой вообще просто каменное лицо у меня всегда, да, такое, но если вы спросите у моих девушек, с которыми у меня были серьезные отношения, они вам скажут, что более эмоционального, чувственного человека, подчеркиваю, с теми, у которых было серьезное отношение, они еще не встречали, потому что, ну, во-первых, то есть эмоции, это не блядский дом, там, где надо, должен их показывать всем, да, а это то, что такое, знаете, наоборот, интимное, то есть эмоции, это намного интимнее, чем показать свои придатки, там, между ног, потому что это, ну, вообще, ребята, это вообще не идет никакой стороне, но все ж стесняются, ой, там, раздеться, например, но не стесняются свою душу изливать первым, попавшись, не стесняются, там, это очень неправильная вещь, наоборот, нужно, если ты хочешь сохранить свою эмоциональность, лучше ее давать только тому, кто уже действительно ее заслуживает, кто тебя потом в душу не насрет, кто ее примет и кто ее оценит и кто ее, как бы, вообще с тобой разделит, например, да, поэтому, а так, извините меня, а так, и поэтому тоже очень важный момент, да, и вот эти вот эмоциональные штучки, они очень полезные, там, то есть, ну, не знаю, там, придумать какой-то стих девушки своей, ну, это же прикольно, ребята, это же вообще жизнь настоящая, да, у вас, когда вы эмоциональный человек, драмы смотреть, мелодрамы, там, сериалы какие-то дешевые, не, шучу, лучше, конечно, не дешевые, дорогие, ну, надо смотреть те сериалы, которые действительно имеют какой-то сценарий хороший, такую душевность, да, какие-то вот это, и вот, в общем, ребята, все, что связано с эмоциональностью, ее надо развивать, но это не предполагает демонстративность, не ходить всем, не ныть, там, не показывать, не плакать перед людьми, там, не знаю, еще, настоящая эмоциональность, она должна быть в тебе, да, потому что это, как бы, знаете, это просто воебон, да, если ты показываешь направо-налево все, что ты чувствуешь, да, поэтому, наоборот, она потом уничижается, она потом обесценивается, и будет все очень плохо, я вам советую, я сейчас не буду доказывать, почему, что-то, сейчас опять уйду на другую тему, да, и будет у нас урок на 5 часов, да, если я буду с каждой уходить, да, ветки в эти стороны, хорошо, дальше, развитие интеллекта, второй момент, да, который входит в общее развитие личности, то, ну, здесь, я надеюсь, все просто, надо объяснять, то есть, надо читать, интересоваться, логика, там, чтобы правильно мыслить, быть начитанным каким-то, не знаю, быть умным, короче, пятое-десятое, тут все просто. Третий момент, какой у нас там был, духовность, да, еще была ли, что там было, не помню. А, кстати, четыре момента, вот третье было у нас, широта мировоззрения, а еще четвертое было духовность, да, кстати, очень важный момент. Значит, момент третий, это вот эта вот, ширина взглядов, это просто, когда вы занимаетесь разными вещами, то есть, не обязательно быть профессионалом, но хотя бы, да, чуть-чуть, то есть, если вы просто музыкант, сугубо, ну, ребята, это будет очень все печально. Если вы там и музыкант, и вы там интересуетесь, не знаю, живописью, там, или астрономией, или, ну, а лучше теми, теми другим, то есть, два-три вещи, какие-то хобби, ну, то есть, там, не знаю, в теннис играете, в настольный, уже хорошо там, или еще чем-то, то это всегда расширит ваше восприятие, прям очень сильно, потому что каждый аспект, да, какой-то, каждый элемент жизнедеятельности, он, как бы, создает вашу такую призму, то есть, вносит вклад в вашу общую мировоззренческую призму, и он потом будет легче воспринимать, ну, не легче, а, ну, да, и легче, во-первых, и вы будете лучше и глубже воспринимать все абсолютно. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, пример, допустим, вот, тональность, да, вот, если ты музыкант, да, ты знаешь, что такое тональность, и ты знаешь, что, допустим, ты играешь вот так вот, мелодия, а вот ты играешь то же самое здесь, одна и та же мелодия, да, то есть, и, ну, как это объяснить человеку вообще, который не знает это все, ну, вот, и ты это прям чувствуешь, что такое тональность, и, ну, ты, как бы, знаете, как некая, как релятивность в какой-то, не, не так, наоборот, объективность в релятивности какой-то, да, или наоборот, подождите сейчас, или релятивность в объективности, да, ну, то есть, иными словами, да, то есть, ты, как бы, вот, интервальность между нотами, она объективная, да, всегда одинаковая, да, но вот эти вот, как бы, рамки, они сдвигаются, да, и ты потом, допустим, пример сейчас я просто привожу. Потом хочешь объяснить человеку, как вообще, когда все релятивно, но оно релятивно в объективности какой-то. И ты потом говоришь, смотри, ты потом ему просто приводишь пример с музыки, если он знает, если он музыкант, профессиональный или какой-то, знает, что такое тональность. И ты говоришь, это как в тональности. И он такой раз и понимает, это какие-то некие рамки, они как бы относительны, но между собой они объективны, то есть в своих каких-то рамках. В одной тональности все объективно, интервалы все одинаковые, терция, секунда, октава, но между собой они как бы относительны. И так же самое, например, не знаю, ты скажешь, например, человеку, говорят, у каждого свое мнение, все объективно, может привести пример, что это есть картина, например, и один человек смотрит на него с этой стороны слева, а другой справа и видит по-разному. Там по-разному падает свет, по-разному какие-то акценты идут. И вот видишь, говоришь, все одинаково, поэтому все в мире релятивно, все хаотично. Но умный человек скажет, ну чувак, ты даун просто, все в мире объективно, потому что если ты стоишь тут, то ты видишь так, а если ты стоишь тут, ты видишь, короче, вот так. И поэтому, если я стану тоже в то же место, я буду видеть так же самое картины, поэтому все объективно в итоге. Поэтому так же самое, ну здесь понятно, то же самое, допустим, когда говорят про глаз, про вот этот, что один там видит зеленый цвет, другой там дальтоник видит синий цвет. Здесь, в принципе, то же самое, здесь нет ничего такого, знаете, типа а-ля субъективного в абсолютном смысле, да, типа, что все там как-то релятивно вообще, у каждого сомнения, поэтому можно любую чушь говорить, какую вообще вздумается, нет. Все объективно, потому что если у тебя такой-то элемент встроенный, значит, ты будешь видеть так. Если ему такой же элемент строить, он будет видеть точно такой же цвет, поэтому вообще все максимально закономерно и все логично и все абсолютно. Но вот в рамках каких-то этих, оно субъективно, да, между этими, да. Короче, вы поняли, вот это вот вы говорите, его тональность, например, да, и вот человек сразу понимает, то есть у него есть призма, за счет которой ты можешь шире видеть вещи. А человек, которым музыкой не занимался, да, не знает, что такое тональность, то ему сложнее будет эту идею словить. Он как-то поймет это, да, но нет у него такой образности, да, с тональностями. Это просто пример такой, ну, грубый, то есть это так, ты видишь каждую вещь, там, руку смотришь, если ты, у тебя призма широкая, если ты разными вещами увлекался в жизни, то тебя, ну, на эту руку смотришь по-другому совершенно, чем другой человек, да. Вот. Или, допустим, другой пример, как объяснить человеку, которому никогда не учил языки отношение между референтом и словом. Ну, давайте в двух словах. референт – это то, что обозначается словом, например, вот гитара, просто вот без слова гитара, просто вот видите этот объект, вот это вот есть референт. Вот молчите, просто смотрите вот голыми глазами. Это у нас гитара, да. А слово гитара, когда я говорю гитара, это уже знак, то есть слово, а сам референт или еще называется динатат, ну, это почти одно и то же. Это вот просто сам предмет, вот и все. И как ты объяснишь это соотношение, если человек никогда не учил языки? Ну, вот я только что вам объяснил, вы поняли, да, но вы как-то по-своему поняли, да, но легче будет понять тому человеку, который учил языки. Почему? Потому что он знает, что, допустим, гитара на… ладно, гитара – плохой пример, потому что на всех языках, европейских, будет та же самая гитара. Нет, на китайском будет цитха, давайте хорошо оставим, не будем уходить на другой пример, пускай гитара будет, да. То есть человек, который изучал языки, хоть чуть-чуть даже, то есть не надо будет там полеглотом каким-то, он понимает, что, ну, я могу сказать на это гитара, можно сказать цитха, например, да, но суть-то не меняется. Поэтому слово – это некий символ, знак, который просто указывает, что именно речь идет об этом предмете, да. Таким образом, ну, то есть, видите, да, что человек, который знает языки, ему легче понять вот эту вот фишку между соотношением референтом и словом, то есть между знаком и обозначаемым. Ну, это я так немножко ушел в философию, да, в логику точнее, потому что, ну, чтобы было понятно, что я не просто там ляпаю языком, что вот вы знаете, вот мне так кажется, что чем больше ты всего там понахватался разных знаний, тем тебе легче живется. Это реально факт, ты смотришь на вещи совсем по-другому, ты когда богатое у тебя это самое сознание, богатый мир внутренний широкий, ты просто, ну, видишь все, включительно музыку, ты будешь лучше картинки воображать, ты будешь лучше ее чувствовать, ты будешь глубже ее чувствовать и пятое-десятое, поэтому развитие общей личности, это отразится на твоей музыкальности, непременно отразится, то есть не просто чуть-чуть отразится, отразится сильно, да, поэтому мы знаем, да, вообще, что есть выражение известное, кадры решают все. Почему кадры? Потому что личность решает все, это не только музыки, личность развитая, да, она будет везде в горлах, в той сфере, в пятое-десятое, не только музыки, поэтому, ребята, не надо быть, вот, знаете, музыкантиком таким ограниченным, это просто, ну, как вот, вообще не серьезно. Да, вы можете сказать, например, мне возразить, привести контраргумент, что, мол, есть люди, которые там ограничены, которые там не занимаются ни духовностью, ни там, сериалы не смотрят, тем не менее музыкально играют, там, я вам скажу, что на это отвечу так. Первое, они бы еще играли лучше, если бы они это делали, и второе, причина, по которой они играют, так, это исключительно либо их генетика, либо их преподы какие-нибудь там, ну, либо еще какие-то обстоятельства, то есть это не просто так, что, да, вот взялось оно там, это, скорее всего, какая-то генетика тоже, то есть там предки. Я имею в виду хорошо, давайте возьмем такой пример, что оба музыканта учатся у одного этого же педагога, да, чтобы вообще, давайте максимально возьмем такой пример, отражающий вот наш вопрос. Оба у одного препода занимаются, оба имеют хорошую моторику пальца, в общем плюс-минус одинаково, но один просто гений музыкально играет, другой нет. И тот, который гений, он там не смотрит сериал, он там не сильно широк в мировоззрении, он там не сильно может быть умен, вот. Ну, я вам скажу, что, скорее всего, тот, который хуже играет, тоже не умнее него, это раз, уже. И, во-вторых, этот человек обязан своей генетике, опять-таки, если преподы одинаковые, то есть, ну, чтобы мы этот аспект там, что там его научили, убираем сразу, да, чтобы вот сугубо вынести тот момент, который мы сейчас говорим про общее развитие музыкальности как личности. И что мы имеем на этот счет? А имеем мы то, что я уверен, могу поспорить на любую сумму денег, что если мы изучим его родителей, бабушек и дедушек, мы видим, что они были там либо глубокие люди, либо умные, либо нравственные, либо даже духовные там какие-то, ну, то есть там люди были там религиозные, например, тоже, потому что религиозность, я сейчас не буду доказывать, это тоже развивает очень сильно, прям очень сильно развивает эмоциональность, потому что религиозность развивает сострадательность, ну, если правильно, правильная духовность, да, то есть не какая-то там шизотерика или еще какая-то фигня непонятная, то есть если там это, ну, во-первых, какая-то такая традиционная религия, да, то есть не сектанство, да, ни в коем случае, то, ну, если вы там все правильно делаете, более-менее серьезное, то у вас вызывает какую-то доброту, сострадательность, очень много чего вызывает, я вообще утверждаю, что это корень всех вообще начал, именно духовность, вообще всех начал, ну, у нас канал не про это, поэтому я не буду сейчас это доказывать, да, вот, иначе это у него предки, да, я просто уверен, я могу сейчас просто изучать, начать, вот, кто, мне пусть, если кто сомневается, я вообще больной, знаете, я могу просто взять и вот мне скажут, да, Андрей, ты не прав, я знаю таких людей, там, давай, я прямо могу, если это близко, я приеду, прямо мы возьмем сейчас, изучим людей этих, посмотрим, чем они живут, где они работают, какие там достижения, изучим их родителей, это пятое-десятое, прямо научный анализ такой сделаем, да, и я уверен на сто процентов, что если данность одинаковая, опять подчеркиваю, если у одинакового препода, если они занимаются одинаковое количество примерно времени, да, то тот человек, который музыкально этот, если он этого все сам не делает, если он бездуховен, если он туповат, если он, ну, как туповат, он не может быть туповат, потому что если у него папа-мама были там или предки другие, да, умные, то есть он такой, ну, просто он не занимается мозгами сам, да, он не занимается развитием души, просто ему дано от рождения играть музыкально, то я уверен, что там все в генетике, ребята, просто хоть и гадалки не ходи, уверен на триста процентов, поэтому такие ребята у нас сделали, значит, давайте суммируем, да, четыре пункта я назвал, значит, первое, что мы развиваем, эмоциональность, второе, интеллект, третье, широту взглядов на вещи, то есть надо быть всесторонне развитым человеком, четвертое, это духовность непосредственно, да, которая вызывает сострадание, ты смотришь, допустим, какую-то там драму, да, идиотскую, вот, и прямо почти плачешь уже, понимаете, вот, тебя жалость, там, человека обидели там или еще что-то, или наоборот, тебе так жалко того, кто обидели, что ты хочешь просто растерзать обидчиков, ну это тоже, ой, ну ладно, это я шучу, но, на самом деле, не так уж я шучу здесь, но это тоже вызывает определенную эмоциональность, да, и это хорошо тоже в разумных пределах, я имею в виду про агрессию, да, когда там это, ну не про агрессию, нет, не то слово чуть-чуть, а про возмущение, да, когда какая-то несправедливость тебя возмущает, это тоже признак какой-то, знаете, честности внутренней и живости, потому что мертвого человека ему вообще на все, ну, по барабану, да, ему вообще, типа, это все не надо, там, что, как, справедливо, несправедливо вообще чихать на все. Вот, ребята, теперь давайте, ну что, подсуммируем общее заключение какое. То есть, что, господи, уже час трепаюсь языком, что многие вещи, которые в вузах не учат, да, нигде никто на этом, ну люди идиоты, они не понимают, что это очень важно, что нужно развивать целостную личность, а не там просто сидеть исключительно, это тоже, конечно, понятно, надо развивать все, да, но ты потом упрешься в тупик, да, определенный, когда тебе уже все рассказали фразировки, тебе препод уже показал все, там, но ты все равно, тебя обгонит тот, кто вот занимается тем, или, ну, скорее всего, он не занимается, потому что это никто не учит, да, это я вообще вам рассказываю сейчас, да, больше никто вам это не скажет нигде, что музыкальность надо развивать через, там, эмоциональность, духовность, какие-то картинки, воображения, ассоциации, там, это, хотя про картинки и кто-то может, да, и скажет, ладно, там, что надо, а вот все остальное никто не скажет, и поэтому, конечно же, ну, этим никто не занимается, но это означает, что тот, кто будет гениально играть, у него были предки, которые этим так или иначе занимались чуть-чуть больше, чем тот музыкант, который играет, ну, так, как бы, он тоже профессионал, но он играет сероватенько, да. Это, ребята, факт неоспоримой достоверности, вот так вот. Поэтому, кто не согласен, пишите, но я думаю, что, что тут можно возразить, ребята, все же разложено по полочкам, да, пока. Пока. Пока.